всем привет друзья сегодня у нас будет видео в формате ответы на вопросы по принтеру паперанг p1 видео о нем было еще в 2018 году можно посмотреть по ссылочке выше или в описании к этому видео тоже добавлю ссылку и на днях один из подписчиков а именно николай беляев попросил снять видео с просьбой раскрыть вопрос о печати чеков через данное устройство из приложения сбербанк или подобных я решил снять для него это видео и заодно ответить еще на несколько вопросов которые возникали у подписчиков на которые я ответил в комментариях но на всякий случай продублирую в видео итак основной вопрос где брать бумагу нужна ли заправка и сколько это будет стоить отвечаю это термопринтер печатает он по принципу принтеров которые печатают чеки в магазинов заправка не нужна сама бумага бобина стоит в районе девяти гривен это где-то 22 рубля или 35 центов за вот такой вот рулончик это рулончик больше чем помещается в принтер в основном их продают по 48 метров поэтому я разделяю его на два рулончика то есть отматываю с помощью обычной ручки и использую два раза как два отдельных бурлон чека можно найти уже в рулончиков поменьше которые будут сразу подходить для принтера и не надо будет отматывать и разделять на два но я изначально купил пачку таких поэтому отматываю бумагу можно купить в любой канцелярии можете прийти прям с принтером в канцелярию и там примерить какая бумага подойдет бывают встречаются и маленькие рулончики следующий вопрос насколько хватает бумаги тут я даже не знаю как ответить бумаги хватает пока не закончится конечно зависит от того сколько чего печатать если картины печатать например как я пробовал нарезку из большого фото сделать то рулончика хватит где-то на одну большую картину формата а3 если чеки печатать то надолго хватит опять же зависимо от того сколько позиций в чеке какая длина чека но учитывая копеечную стоимость рулона бумаги думаю можно не задумываться об этом вопросе если бумага закончилась кнопка загорится красным цветом резюмируем бумага дешевая картриджи заправлять не нужно следующий вопрос насколько хватает заряда внутри встроена батарея на 1000 миллиампер часов у которой мне обычно хватает на печать в среднем полтора два рулончика но все зависит от того что печатать за зависимости от насыщенности если рисунки маленькие или тексты какие-то дольше если картинки и фотографии то разрядится намного быстрее далее один из подписчиков отозвался что качество печати фото мрак но тут больше позиционируется принтер для печати рисованных картинок или списков покупок опять же отлично подойдет для печати шпаргалок и так плавно переходим к основному вопросу как печатать чеки к сожалению у меня нет приложения сбербанк я из украины и не могу проверить как она будет печатать из него также я не нашел в каких банковских приложениях наших можно сформировать чек нашел только выгрузку в формате для принтера формате а4 поэтому я расскажу о тех возможностях печати которые я нашел первое это само приложение паперанг в котором есть уйма форматов и возможности печатать можно набросать к примеру форму чек текстовом формате а заменять данные которые нужны и печатать или крайнем случае делать скриншот чека и печатать его как фотографию вообще функции в стандартном приложении просто уйма и поэтому легко что-то придумать но есть более простое решение установить приложение print он паперанг она устанавливает драйвера и типа оболочку для печати и наш принтер становится обычным принтером и можно печатать что угодно из любого приложения где есть кнопка печати просто нажав на эту кнопку и выбрав ваш принтер например можно печатать даже из экселя или офиса обычного приложения для android единственный минус в бесплатной версии приложения после каждой печати идет текст о том что напечатано с помощью приложения паперанг бесплатной версии но зато можно печатать практически из любого приложения получается можно поискать какое-нибудь приложение для формировки чеков и если там есть функция печати просто пускать печать на данный принтер все очень просто надеюсь у меня есть у меня получилось ответить на ваши вопросы если у вас возникли какие-то дополнительные вопросы задавайте их пишите в комментариях постараюсь на них ответить на этом у меня все ставьте лайк подписывайтесь до новых встреч и удачных покупок